Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрителю канала. Очередной спиннинг, очередная распаковка. В этот раз спиннинг приехал с Алиэкспресса. То есть это китайский Китай. Фирма, которую выпускает именуясь Шэн Хе. А модель называется Сяо Жу 432 Эксуэл. Больше ничего. Хорошо хоть латиницы написали, а не чисто иероглифами. Продает, по-моему, Розвуд на Алиэкспрессе магазин. Но, видите, марка другая. Так, чехол, на первый взгляд, вполне себе внятный. Довольно плотный материал. Концов каких-то ниток на полметра не торчит. Липучка, два отделения. Одно для ручки, второе для самого хвоста. Но изнутри материал вот из такой вот, не знаю, там клеенки сделан. И это будет постепенно лопаться. Оно уже вот здесь на сгибе начало лопаться. Ну, по крайней мере, внешняя часть останется в том виде, как она и была. Еще есть петелька, чтобы можно было удилище это повесить в чехле. Куда-то на гвоздик. Так что, ну, чехол на четверочку. Не барахло, но могли бы и подумать немножко перед тем, как лепить. Так. Полутора частник. Метр двадцать девять длина. Стекло стеклом, в плане того, что он прозрачный. Руку мою видно, надписи там всякие и так далее. Довольно аккуратно сделан, но очень короткий. То есть, метр двадцать девять, это на десять сантиметров короче моего джедая. То есть, ловить им можно вполне. То есть, если у вас там мелкий ручеек и в забродку, вполне. Мормышку раскачать, если вам сильно захочется, вы тоже сможете. Но это, опять говорю, не для того. Это ультравайтовый спиннинг для ловли на мелкие ультравайтовые приманки во всяких там небольших водоемах. В основном, конечно, это форели и что-то такое. Довольно необычно, что передняя треть, наверное, шершавая. Несмотря на то, что это целиковый бланк, по крайней мере, воспринимается так. Я надеюсь, они там не нарастили ничего. Стеклопластиковый. И на взмах он тоже одинаковый. Видимо, отполировать ту часть, которая тонкая, они не смогли. То есть, они сделали ее, вроде бы, хлыст одинаковый, но на выходе, скорее всего, он такой, не полностью гладкий. Поэтому вот эта часть почему-то выглядит как вклейка. Хотя, я надеюсь, что это не она. Потому что никаких соединений там нет. Так, сделано довольно аккуратно с одной стороны, но кольца все плавают. То есть, в плане того, что ровных тут, ну, либо две, либо два кольца, либо три кольца. То есть, по отношению к друг другу, они смещены не критично прям, прям вообще, конечно. Но даже тюльпан набок слегка. Ну, увы и ах. У некоторых фирм это уже традиция. Поэтому китайцы, видимо, смотрят на цеж Европу и делают такое же кривое все. Вот сегодня я привез другой спиннинг от другой Европы. Вот там кольца все прямые, я вам потом покажу. А тут что-то. Ну, если на прошлом спиннинге с Алиэкспресс, который был 3 плюс 1, то есть, три части и рукоятка, и назывался хендмейт, там еще хоть как-то можно было простить кривость, хотя с кольцами там, в принципе, вроде все нормально. Здесь слово хендмейт ушло, а с кольцами что-то не особо хорошо вышло. К кольцам еще какие претензии есть? Они очень маленькие. То есть, они вроде бы все выставлены правильно, то есть, по карте колец все хорошо, и кольца на высоких лапках, но диаметр самого большого кольца не более 3-4, ну, около 4 миллиметров получается. Понятно, что студенную зимнюю пору мы ловить не будем, но диаметр кольца побольше, и дальность у нас увеличится. А раз такая коротенькая и тонкая удилка, то мы будем бросать что-то легкое. Поэтому, ну, и леска должна быть не толстая. Хотелось бы все-таки не терять дальность на таких компактных кольцах. Ну, что сделано, то сделано. Видимо, не хотели перегружать. Тест написан до 5, но, на мой взгляд, не больше, чем до 3, потому что на течение такой гибкой палкой продернуть хоть что-то больше 3 грамм, я думаю, это маловероятно. Ну, и леска в либрах от 0,1 до 0,8. Тоже с потолка, я так думаю, все взяты характеристики. То есть, как обычно, где-нибудь 0,14 вполне будет достаточно для такой палки, чтобы ее не сломать, а рыбу вытащить. Так, рукоятка. Нижняя часть пробки, ну, как обычно, наверное, не high-grade, что-то попроще. Довольно большие рытвины зашпаклеванные присутствуют. Нижняя часть вполне себе правильно сделана из смеси пробки с резиной. То есть, такой материал очень устойчив ко всяким-то повреждениям. Так, рукоятка, эта катушка-держатель у нас получается закрытой, с передней гайкой. Здесь для пущей красоты, наверное, воткнули карбоновое кольцо и массивную гайку-закрутку из металла. Соответственно, вставляем в эту трубку, которая состоит, опять же, из двух частей, ведь снаружи для красоты декоративная металлическая часть, а внутри просто карбоновая труба, которая проходит через рукоятку. В целом, довольно неплохая конструкция. Если бы не плавающие туда-сюда кольца, было бы гораздо все веселее и приятнее, потому что бланк выглядит отлично, обводки сделаны хорошо, а вот кольца куда-то у них ушли. Так, рукоятка, в отличие от деревянных, которые они лепят на каждое стеклопластиковое удилище, дорогущее, весит явно меньше, 54 грамма. Я вчера взвешивал деревянную, она под 100, то есть почти 50 грамм экономии. Ну и, соответственно, вместе с бланком сейчас взвесим с помощью нашего рулона липкой ленты, которая у меня роль подставки играет при взвешивании. Так, ставим и рукоятку. Все вместе 84 грамма. Ну, больше, чем мой джедай, конечно, при монолитном же бланке, более коротком. Рукоятка тяжелая, ну не тяжелая, она сделана для баланса в катушкодержатель, поэтому здесь такой вот балансир будем считать. Вместе с катушкой как раз получается туда, куда надо баланс, поэтому тут китайцы не прогадали. И такая рукоятка все-таки лучше, чем очень красивая, но тем не менее очень тяжелая из дерева, во-вторых, здесь ломаться нечему, ну если не стараться, конечно, отковырять кусок. А нарекания на деревянной рукоятке уже были, что они трескаться могут. Так, в районе первой обмотки, блин, я с вами не видно, первой обмотки получается 6 миллиметров толщина, а в районе тюльпана, блин, опять не с той стороны, миллиметр. Ну, ожидаемо. Ну так, вряд ли 5, конечно, грамм, тест, потому что 5 граммами вы его просто в узел завяжете. Не больше трех, соответственно, можно бросать что-то там двухнулевое, мелкие кренки, колебалки, самое оно. Малая длина позволяет кидать сбоку, сверху, снизу, то есть тут вы вольны, но если водоем хоть какой-то приличный размер, имеет такой спиннинг бессмысленно. То есть если вы не можете в сапогах залезть туда, куда вам надо, и докинуть вот этой палочкой туда, то вам такого не надо. Сидеть там под берегом тех же окуньков с мизинец дергать, ну, можете чем-нибудь другим, вполне. Китайцы вовсю занялись всякой а-ля форель ловлей. У них там своей всякой мелкой рыбы достаточно, в которой в бурной воде живет. Насчет местной форели вряд ли, если они там, везде у них радужка не разбежалась, но другую рыбу они ловят, там троегубку всякую, там верхогляда и так далее. Поэтому тут-то мы тоже найдем, что на нее половить. Я бы хотел половить тех же самых ельцов, там подъязков, головчиков на течении, на мелкие блесны. Вот посмотрю, что из этого выйдет, и, возможно, этот хлыст все-таки будет использован в качестве ультравайтового а-ля ретро спиннинга. Но это в другом видео я продолжу. Так что вот так. Итог какой? Метр двадцать девять. Чуть короче, чем надо. Кольца чуть меньше, чем надо. Кольца уехали. Пожалуй, минус. Смущает несколько необработанная первая треть бланка. Но, может, так лучше и прочнее. Фиг его знает. Так, рукоятка в плюс. Несмотря на такую мощную металлическую гайку, ну, видимо, жертва баланса и чехол. Плюсов и минусов примерно поровну. Я бы поставил оценку где-то, ну, четыре. Может быть, с минусом. Если бы они по-нормальному. Хотя бы кольца нормально, ровно расставили, было бы замечательно. Бог с ним с диаметром. Будем меньше диаметра лесок ставить. Веса-то небольшие. Рыбы вроде тоже. Но иногда и на подсечке отрывать. Никакого интереса нет. Но здесь кончик мягкий. Возможно, прям удачно самортизирует. Так что ждите следующего видео. Там будет рассказано, куда это все пойдет и в каком виде. Все. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки. Ну и смотрите видео. Там более 600 к 700 уже видео подходит. Хватит последнее досмотреть. Смотрите все. Я уж по всем этим плейлистам распихал. Для удобства. Не ленитесь, пожалуйста. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok